Не броневая сталь, а всего-навсего железо, пластик и дерево. Из этих подручных материалов участники клуба «Танкомоделистов Танкоград» собирают мини-прототипы реальных боевых машин. Причем от оригинала их отличает только размер. Малейшие элементы и детали выполнены настолько ювелирно и точно, что даже не верится, что они созданы своими руками. Выглядят макеты так, будто их только что напечатали на 3D-принтере. Если мы хотим создать какой-то объект, мы обязательно должны изучить его техническую сторону и историческую, потому что сделать какую-то бездушную железку неинтересно. Хочется, чтобы было похоже на тот прототип, который мы непосредственно выбрали, и надо довести до ума так, чтобы это было максимально похоже. В клубе «Танкоград» состоят около 40 человек. Встречаются и обсуждают новые модели танков на площадке музея ЧПЗ. Здесь же черпают вдохновение для творчества, узнают неизвестные ранее любопытные факты о гусеничных установках. Это хобби, оно увлекает абсолютно всех. Тут неважно, работник ты завода ЧТЗ, или, я не знаю, там на Колющенко работаешь, или на телевидении, или, может, просто ты спортсмен. Ну, вот увлекает. Это сама идея творить своими руками, что-то именно создавать. Инженер-электрик Василий Гребенюк моделированием военной техники решил заняться еще в детстве. За это время своими руками он успел собрать более 20 моделей танков с максимальной детализацией. Больше всего ему удаются танки, выпущенные в стенах завода ЧТЗ. Например, танк ИС-3М. Стоит на Комсомольской площади такой же, только настоящий. Поэтому было очень интересно сделать его модель. Танк имеет очень мощное вооружение, очень мощную лобовую броню. Клуб «Танкоград» был образован в 2013-м. С каждым годом состав кружка моделистов молодеет. Ян Рукавишников в школе собирал самолеты, а потом решил сменить профиль. Причем делать стандартные модели танков молодому человеку не хочется. Поэтому каждый раз он стремится разнообразить коллекцию. Например, внушительный по размерам танк Т-35, которого так боялись наши противники на полях сражений, он одел в снежный камуфляж. Это единственный в мире пятибашенный танк, который был воссоздан. Ну, вообще серийный пятибашенный танк. Больше никто такого не делал. Он стоял на вооружении. Было, по-моему, порядка 90 штук экземпляров всего. Во время Великой Отечественной войны эти танки плохо зарекомендовали себя и в 1942-м были сняты с серийного производства. Зато легендарные Т-34 прошли встроенными рядами по всем фронтам. Юный конструктор Ян Рукавишников нашел историческое фото с этим танком, сделанное в 1944 году в Белоруссии. Создал не просто одну модель, а целую диораму с сюжетом. На танке изображены акробаты, выступающие педрит танковой бригадой. Такое было часто. То есть приезжали артисты, концерты, то есть пели вообще какие-то народные песни, то есть какие-то выступления были. На проработку мельчайших деталей уходит около двух месяцев. Но настоящим мастерам своего времени не жалко. Главное – добиться максимального сходства с прототипом. Участники клуба «Танкоград» уже не первый раз выставляют свои работы в музее ЧТЗ. Выставка танки СССР открывает целый ряд мероприятий, посвященных столетию танковой промышленности России. Оценить талант мастеров-самоучек уже смогли специально приглашенные гости – представители гвардейских краснознаменных орденов Суворова и Кутузова. Теперь такая возможность есть и у всех челябинцев. Евгения Малышко, Алена Чеплыгина, Евгений Чекалов. ОТВ.